Здорово! Сегодня я покажу вам классный фокус с картами, но после обучу. Итак, мы берем обычную колоду карт и сейчас мы сразу перетасовываем картами любыми способами. Например, давайте сегодня так. Далее мы находим четыре карты. Это на самом деле наши четыре туза. И сейчас я буду делать определенные махинации и если вы что-то заметите, то пожалуйста там свистните, там хрюкните, что-нибудь сообщите. Ладно, у нас есть туз, туз, туз и последний туз. Хорошо, сейчас мы что-то сделаем и просто разложим карты. Всё. Если вы сейчас что-то подозрительное увидели, то на самом деле нет. Вы сильно себя накручиваете. Вот наши четыре туза. Что никуда не пропало. Хорошо, смотрите внимательно. Берем наши четыре туза. Туз черви, туз бобби, туз крести, туз пик. И сейчас просто возьмем. Опа! Раз, два, три, четыре. Всё. Четыре туза. Вы думаете здесь не четыре туза? Нет. Здесь у нас они опять же те самые четыре туза. Хорошо, хорошо, ладно. Мы сейчас возьмем туз крести, туз пик, туз черви, туз бобби наконец-таки. И разложим в любом порядке. И теперь нашей будет задача накрыть эти четыре туза тремя любыми картами. Любыми. Вот мы берем, так сверху кладем. Зритель говорит любого туза. Давайте зритель, например, говорит вот этого. Берем случайные три карты. Этот. Хорошо. Кладем сюда три карты. Дальше поехали. Вот этот. Но мы можем не послушаться, положить сюда. Говорит сюда. А мы еще возьмем, кладем сюда. И еще последний раз. Ну, конечно же, мы положим не сюда, не сюда, не сюда, а именно сюда. Все. Колоду мы пока отложим и ударим в сторону. Так, что мы делаем? На самом деле, нам нужно, чтобы зритель сказал цифру от одного до четырех. Давайте вы сейчас мысленно загадайте цифру от одного до четырех. Раз, два, три. Опа. Все, поехали. Например, зритель говорит три. Без проблем. Мы говорим, мы считаем. Раз, два, три. И вот эту вот кучечку карт мы откладываем вперед. Смотрите внимательно, чтобы я ничего не подмешал, чтобы я ничего не подменил. Все на ваших глазах. Опа. Все видели? Все. На самом деле, уже произошла подмена. У нас здесь нет ни одного туза, ну, а четыре туза у нас здесь. Вот такой вот фокус. Ну, и давайте сейчас мы обучимся ему. Фокус, на самом деле, не супер и сложный, но прикольный. Можно поиграться со зрителем, повеселить его этим фокусом. Ну, давайте поехали. Берем, заранее выбираем четыре туза. Ну, это если вы хотите эффектно, там, их эти четыре туза достать. Если вам все равно, вы даете зрителю перетасовать колоду, ну, а после выбираете сами с колодой таким вот образом четыре туза. Все, понятненько. Например, мы хотим эффектно их достать. И кладем сверху туза крести, снизу туза пик, еще сверху туз бобби и туз черви, чтобы у нас получилось так, что в одной руке у нас будут красные, в другой черные тузы. То есть, мы берем колоду, перетасовываем, перетасовываем и сохраняем верхние и нижние карты. То есть, верхние две и аналогично нижние две. Все, перетасовали, показали зрителю колоду и после этого нам нужно их достать. Берем колоду в правую руку, ну, или в левую, можно без разницы, с чего начинать. И тут нужно потренироваться. Держим крепко вот эти пальцы, получается, правой рукой, вот этим и одним пальцем сверху. И разгоняем колоду, отпускаем, расслабляем руку и у нас колода вылетает. Получается, у нас уже в руке два две карты, два красных туза. Слева у нас получается такой же хват, но мы дальше уже выкидываем просто на стол эти карты. И у нас получается четыре туза. Все очень просто. Красный туз сверху, красный туз снизу и аналогично черный туз сверху и черный туз снизу. Смотрим внимательно. Взяли раз, два, опа и показали нас четыре туза. Далее, если вы сидите, очень классно прикалываться со зрителем. Мы берем, раскладываем таким вот образом четыре туза. Перетасовываем карты, без разницы, что это за колода уже. Наши главные тузы уже здесь. В рукавах мы тузы не трогаем, ну ладно. Так, все. Мы готовы дальше показывать фокус. Наша задача сначала доказать зрителю, что мы якобы хотим обмануть, но на самом деле мы оставляем тузы на месте. Если вы сидите за столом, то смотрим внимательно. Складываем, четыре туза вместе, кладем их на колоду и так вот очень, очень так смело отсчитываем долго, чтобы зритель подумал, что мы там берем пол колоды. Мы берем, слистываем одну карту, вторую карту, третью карту. Как вы поняли, мы взяли абсолютно без ничего, то есть у нас уже сверху четыре туза. Никаких мы дополнительных карт не берем. Далее вы берете, просто уводите под стол эти карты и делаете, например, вот такое движение мизинцем. Все, у зрителя уже подозрение. Увели карты куда-то, вот так он услышал такой звук. Все, что-то сделали. И вы выкладываете карты. Ну конечно, если вы попросите его там что-нибудь сделать, хлопнуть, например, или просто сказать, что ты делаешь, ты меня обмануешь, то он, конечно же, такое скажет. Типа, ну что ты меня обмануешь, все, здесь уже не четыре туза. Вы берете в наглую, переворачиваете эти карты, показываете здесь, что здесь четыре туза. Те, которые были до этого. Ладно, хорошо, поехали дальше. Берем еще, точно так же, постарались. Раз, два и три. Четвертый туз. И уже не знаю, можно сделать, что хотите. Можете взять, например, вот такое вот сделать движение обманное. В правую руку вы захватываете карты, берете нижнюю часть и перекидываете ее опять под низ. То есть, если это сделать быстро, то кажется, что вы подсняли. На самом деле у вас сверху четыре туза. То есть, вы выкладываете раз, два, три, четыре. Хорошо. Зритель говорит, ну вот опять ты меня сейчас обманул. Пожалуйста, четыре туза, никуда не делись. Все, что ты еще хочешь. Зритель начинает нервничать. Как это? Вроде обманул, но все равно тузы у нас на месте. Хорошо. Ну дальше можно уже показывать сам эффект подмены. Ну и можно еще там придумать разные эффекты, как вы хотите. Далее мы, например, берем уже эти четыре туза и еще отсчитываем на брейк три карты. Четыре туза и три карты. Мы берем и отсчитываем туз крести, туз черви, туз пик и, например, мой любимый. Переворачиваем и у нас уже сверху четыре карты следующие. Мы кладем, например, туза сюда, потом сюда троечку, сюда еще троечку и сюда другую карту. Все. У нас туз здесь. Мы это точно помним. Желательно его вложить именно центр справа. Но если у вас зритель справа сидит, то желательно здесь. Если зритель слева, то здесь. Если прямо, то без разницы. Но я просто люблю, когда вот это именно здесь карта. Давайте смотрим дальше. Что мы делаем? Мы просим зрителя, чтобы он сейчас называл любые эти четыре туза. Конечно, он думает, что здесь тузы. Просим его называть любой. Показать пальцем, без разницы. И мы что делаем? У нас сверху здесь получается три туза. Мы берем, показываем зрителю. Мы сейчас возьмем три карты и положим на любого из этих тузов. Но мы одну карту ставим на брейк. Далее мы с этой картой на брейке, мы сверху кладем раз, два, три, четыре карты. Получается, у нас уже на брейке четыре карты. И мы далее делаем следующее движение. Мы снимаем в сторону четыре карты, потом еще одну карту и еще одну карту. И этим мы показываем зрителю три случайно попавшиеся карты. То есть он думает, эти четыре туза здесь и здесь реально сверху три случайные карты. Все. Сомнений нет никаких. Здесь четыре туза, здесь случайные карты и поехали дальше. Все мы складываем. Говорим, покажи на любой туз. Вот этот. Говорит, на вот этот, пожалуйста, кладем три карты сюда. Говорит на этот, ну ладно, я могу сделать все, что хочу. Я фокусник, я вообще руковожу всем процессом. И мы кладем карты сюда. Далее мы берем еще три карты. Но если он скажет сюда, то можно один раз по его. Но дальше вы уже творите, что хотите. Куда? Сюда положить? Сюда? Нет. Мы положим сюда. Все. Эти карты мы вкладываем в сторону. Они нам не нужны. Весь фокус сейчас будет с этими картами. У нас есть, например, здесь туз и сверху. Раз, два, три туза. И здесь случайные карты. Они нам не нужны. Теперь наша задача навязать именно эту стопочку. Как это делается? Вы загадываете, вы говорите зрителю, загадывая любое число от одного до четырех. В основном это загадывает числа три. Я как заметил, это чаще всего. Но с этой вообще задачей выход очень прост. Зритель говорит три. Вы отсчитываете с этой стороны. Раз, два, три. Вы попадаете на эту стопочку. Зритель говорит два. Вы считаете с этой стороны. Один, два. Вторая стопочка. Вы опять на нее попадаете. Зритель говорит один. Пожалуйста, вы вот эту карту, вы вот эту стопочку убираете. Зритель говорит, например, теперь уже от одного до трех. Он говорит. Например, говорит два. Раз, два. Все. И дальше вы спрашиваете, какая тебе стопочка больше нравится? Это или это? Он говорит это. Ну хорошо. Эту мы, значит, уберем. Все как бы. Это очень простое навязывание. Супер просто выйдет. Но вот, например, зритель говорит число три. Все. У нас все классно получается. Раз, два, три. Это мы убираем чуть-чуть дальше. Перекладываем карты. Смотрим внимательно. Раз. И дальше можно сделать вот так вот. Ну, конечно, можно, чтобы они чуть-чуть вот так вот подвинулись. Мы показываем зрителю, что у нас здесь тузов нет. И можно его попросить, можно самим раздвинуть. И здесь у нас четыре туза. Вот такой вот фокус. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Подпишитесь, ставьте лайки. Пока.